Указная грамота царя Бориса Годунова – второй документ из огромного количества, хранящихся в Государственном архиве Ульяновской области, который недавно был удостоен звания уникального на федеральном уровне. Первым был внесён в Госреестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации в январе 2018 года, документ 1546 года, указная грамота царя Ивана IV. Представьте, этот свиток датирован. Если от сотворения мира, то 7113 годом февраля пятого дня, ну а если перевести на современное летоисчисление от Рождества Христова, то 1605 год, то есть до основания Симбирска, оставалось ещё почти полвека. Документ направлялся из приказа Казанского дворца, находящегося в Москве, в Казанскую приказную избу воеводам, князю Ивану Ивановичу Голицыну и Василию Яковлевичу Кузьмину и двум дьякам – Петру Пивову и Петру Микулину. Им поручалось произвести сыск бобровых ловель, говоря современным языком – ревизию мест ловли бобров, как написано в свитке Чувашенина Курчукея-Бурнашева. Он добывал бобров возле своей деревни Арык на речках Белка и Брысь. Сейчас, кстати, это территория Кировской области. Так вот, жаловался Курчукея, что, дескать, пришли на берега люди, стали ставить деревни, ну и смышлёные бобры ушли, соответственно, ловли оскудели, а налог, оброк он платит государству по-прежнему. Ну и вот, таким образом, данный документ – это самый ранний на территории нашей области, касающийся налогообложения. Предполагалось, что воеводы и дьяки должны будут установить, действительно ли оскудели ловли, или хитрый Курчукея хочет, говоря современным языком, откосить от уплаты оброка. Но неизвестно, исполнили воеводы приказ царя или нет, поскольку вскоре началось смутное время. Ульяновским архивистам документ был известен давно. В 2006 году он был впервые опубликован в книге «История Симбирского ульяновского края» в уникальных документах Государственного архива. Достался он нам от архивной комиссии Симбирской, но для того, чтобы его внести в реестр уникальных федерального уровня, в наш это областной реестр он давно внесен, необходимо было серьезное экспертное заключение, чтобы установить бумагу, установить текст, подтвердить подлинность вот этого остатка, Курочек, это от бывшей печати. Уникальна сама датировка документа «Довосшествие на престол семьи Романовых». Это подтверждает и текст в столбцовой форме, написанной скорописью XVII века, водяной знак бумаги, кувшин с розеткой, след утраченной восковой печати. Другим основанием включения является происхождение свитка из Казанского дворца, весь архив которого был утрачен. К тому же грамота является одним из наиболее ранних подлинных документальных свидетельств по истории чувашского народа, дает представление о традиционных занятиях и их доходности у чувашей в начале XVII века. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.